Харик Кришна, продолжаем обсуждать Бхагавадыту, как она есть, 10 глава, великолепие Абсолюта, тексты, начинаем с 21. Итак, первые два текста были вступлением в тему Абибхути. Мы рассматривали принципы, которым следует Господь Кришна, говоря о Своем величии, о Своем великолепии, о Своих энергиях и достояниях. Он обращает наше внимание на экстраординарные проявления Его энергии, на экстраординарные феномены и объекты этого материального мира, чтобы дать нам представление о Нем как об источнике этого. То есть Кришна указывает на экстраординарные проявления Его энергии, чтобы помочь нам составить представление о масштабах Его величия. И мы рассматривали принцип, как Кришна это делает, то есть есть два способа, как Он это делает. Он называет группу объектов и выдающийся из этой группы объект. И также Он называет какой-то объект и главное качество, присуще этому объекту. Два способа, как Он это делает. Начинается все этот раздел, вся эта тема, начинается с того, что Он делает утверждение, что в форме Сверхдуши Он присутствует во всем. То есть Он обращает наше внимание на три Пуруши. То есть когда мы слышим слово Сверхдуша, мы, как правило, всегда думаем, вспоминаем Акши Радагаша и Вишну о Параматме в сердце каждого, об одном из трех Пуруш. В действительности Сверхдуша проявляет себя в форме трех Пуруш. Это все и есть Сверхдуша. Сверхдуша, Параматма в полном смысле. Это три Пуруши, три экспансии Верховного Господа, в форме которых Он разворачивает это материальное творение, поддерживает его. И после того, как цикл завершен, это творение возвращается в него. Кришну, Верховного Господа в шастрах, часто сравнивают с пауком. Паук, он из своей энергии создает паутину. И когда в этом нет уже необходимости, он забирает паутину назад в себя же. И Кришна связан с этим материальным миром, Он разворачивает Пракрити всю эту материальную энергию, материальный космос в форме множества вселенных, в действительности из каждой, в которых Он пребывает, как Горбада Каша и Вишну. Он разворачивает все это материальное творение со всем Его разнообразием, поддерживает Его, уничтожает Его в форме трех Пуруш. И здесь в Бхагавадгите, вот в этом разделе всплывает вот эта тема. Она, как и многие темы в Бхагавадгите, находится в зачатке, присутствует в форме семени. Это развивается далее. К этой теме мы будем возвращаться, когда мы изучаем Шримад Бхагаватам. К этой теме мы приходим также, когда мы изучаем Читани-Чири Тамриту. И вот этот известный стих, который любил цитировать Бхагаватам Сарасвати, Сиданда Булите, где он говорит, что не нужно лениться в обсуждении Сидханты. Шила Бхагаватам Сарасвати был мастером противоречия. Он нападал на Майаваду и Сахаджу, на различные псевдовайшнавские группы их философий. То есть он очень много нападал и критиковал. В этом есть очень большая необходимость для того, чтобы последователи и ученики могли различать и не допустили внедрение этих идей внутрь Гаудия Матха. То есть это была основная идея, почему Бхагаватам Сарасвати критиковал. Чтобы не допустить, чтобы те же самые отклонения, которым склонны множество, почти все живые существа, и когда они практикуют даже духовную жизнь, чтобы исключить их осквернение ими. Гаудия Матха, он очень много поднимал этих тем, и он в связи с этим говорил, что не надо лениться обсуждать сложные темы противоречивые, ибо так человек укрепляет свой ум и привязывается к Кришне. То есть через обсуждение философии и даже сложных моментов в особенности философии человек укрепляет свой ум в сознании Кришны и развивает привязанность к Кришне. Так вот, этот стих о том, что не надо лениться обсуждать противоречивые моменты в ситханте, в философии, он появляется в теме, где обсуждаются различные аватары Господа, в частности, Пуруша Аватары, потом различные его проявления в духовном мире, Читурвьюха, 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 Васаде Васанкашина, Прадюмна Анирутха, каким образом один из них дает начало Нараяне, Повелителю Вайкунхи, как один из них проявляется как Махавишну, и потом два других Пуруша. Вот в связи с этим цитируется вот этот стих «Не надо лениться, не надо проявлять лень и не пытаться понять вот эти темы относительно трёх пуруш в частности». Это начало этой темы, темы об экспансиях Господа. И она рассматривается очень подробно в читании «Чаритамрати», которая является аспирантурой в духовной жизни. То есть это очень важная тема и начинается она с трёх пуруш. Аватары Господа описываются в Шримад Бхагаватам, начиная с этих трёх пуруш. Это понимание этих трёх пуруш является очень значительной вехой вообще в истории, в нашей истории сознания Кришны, в нашем развитии в сознании Кришны, в нашем становлении в сознании Кришны. Человек, по милости Кришны, просто служа Гурую, Вайшнавам и повторяя мантру, может ощутить это, обрести эту реализацию и прочувствовать это на уровне реализации, что всё есть Кришна. Нет ничего отличного от Кришны. Но, как правило, это вот так вот, как чудо не происходит, это происходит благодаря слушанию из авторитетного источника, благодаря шастровичару, в частности, не только служению и воспеванию святого имени, а также шастровичару, анализу священных писаний, знания священных писаний. Я поделюсь небольшим опытом. Я люблю эту тему. В каждый курс, когда я давал по Бхагавадгите курс, я всегда как-то уделял внимание этой теме пристрастно. То есть мне нравится эта тема вип-хуте. Я ощущаю, как она помогает мне в духовной жизни, как она помогает мне помнить о Кришне, сознавать Кришну. И вот в данный момент, изучая, чтобы рассказывать, объяснять эту тему, я ощущаю эффект этой темы. И один из эффектов. У меня есть ощущение, что вот это состояние сознания, когда нам абсолютно ясно, что всё есть Кришна, рождает абсолютное шанти, абсолютное спокойствие. То есть есть ощущение, что может быть даже с этим сознанием уже можно умереть прямо сейчас. То есть ничто не вызывает серьёзной какой-то тревоги, когда ты осознаёшь, что Господь Кришна в форме этих трёх пуруш проявляет эту материальную энергию, не отличен от этой материальной энергии, контролирует эту материальную энергию, присутствует во всех элементах этой материальной энергии. То есть когда вы моетесь, чистите зубы, идёте куда-то, смотрите на тапки, чтобы в них попасть утром, вы везде видите Кришну. В этом цель, в общем-то, Шастра Вичара, в особенности обсуждение вот этих конкретных тем, чтобы увидеть Кришну, помнить о Кришне. То есть когда нам различные феномены материального мира, различные проявления материальной энергии, даже просто когда мы видим Махабуты, пять грубых материальных элементов, стену, камень, лестницу, бревно, лавку, стол, это достаточное основание осознавать Кришну и помнить о Кришне, который является источником всех этих энергий, присутствует в форме параматмы во всех этих энергиях и полностью контролирует все эти энергии. То есть если это нам напоминает о Кришне, стимулирует памятование о Кришне, это относится к апхидеи, к процессу. Мы так очищаемся, мы так сможем очиститься. Шилабрупаду говорил, что просто медитируя на то, что вкус воды – это энергия Кришны, это Кришна, значит, это энергия Кришны. Мы очищаемся, мы прогрессируем в сознании Кришны, просто думая о Кришне. Не нужно недооценивать этот самый важный процесс предного служения. Итак, если эта тема провоцирует, наполняет нашу жизнь большим памятованием о Кришне, большим осознанием присутствия, существования Кришны даже, через наблюдение Его энергии, то это уже вклад в апхидею, в наше очищение. Но в действительности эта тема может дать больше, она может пробудить в нас это сознание, на осознание Кришны, способность сознавать Кришну. Это уже относится к прайоджине, то есть, когда мы уже испытываем шанти, абсолютное спокойствие, абсолютное осознание того, что все контролируется Кришной, все происходит по воле Кришны. Нет разницы между духовной и материальной энергией Кришны с точки зрения контроля, нет разницы. С точки зрения их действия, да, разница есть, как есть разница между холодом и жаром, которые оба генерируются с помощью электричества, а энергия одна, но функции разные. С точки зрения контроля между материальной энергией и духовной энергией нет никакой разницы, в этом они не отличаются. Обе являются энергиями Кришны, в обоих энергиях присутствует Кришна лично, и они неотделимы от Него, и Он полностью контролирует их. Как можно забыть о Кришне, если мы серьезно анализируем эти темы? Если мы серьезно анализируем эти темы, понимаем их, обсуждаем, черпаем вдохновение из них, как можно забыть о Кришне? Да, безусловно, мы обусловлены душем и склонны забывать о Кришне, не смотря ни на что, но эти темы являются, безусловно, очень сильной движущей силой в памятовании, вот в этой нашей способности не забывать о Кришне при любых обстоятельствах. Итак, три пуруши, первый пуруша, все они, три сверхдуша, это три пуруши, три проявления Вишну. Все материальные вселенные проявляются из Маха Вишну, то есть он является источником всех элементов, ингредиентов. То есть он является сверхдушой Махататвы, потом на стадии Пратханы и Пракрати. Все это остается неотделимым от него, контролируется им, и он вовсе присутствует, является сверхдушой всего этого. Гарбадагашая Вишну, по поводу вселенской формы мы к этому еще подойдем, будем это еще обсуждать. Вселенская форма является телом Маха Вишну, условно говоря, то есть телом Гарбадагашая Вишну, вселенской души, вишватмы, которая управляется в совокупности всеми процессами одновременно, полностью. То есть как вселенная, вселенную можно представить как единый организм, гармоничный, слаженно существующий и функционирующий. Это обеспечивается Гарбадагашая Вишну. И в форме Параматмы с каждым живым существом в сердце присутствует тот же Вишну, в форме Кшира Дагашая Вишну. Таким образом, мы всегда связаны, здесь в материальном мире, мы никогда не отделены от Кришны, мы всегда связаны с Ним. Материальная энергия Пракрити по воле Господа создает многообразие видов и форм жизни, в которые мы попадаем в соответствии со своей кармой, за которой наблюдает Господь в форме Гарбадагашая Вишну, и Кшира Дагашая Вишну. То есть в определенном смысле можно не проводить различия между этими тремя Вишну. Это различия проводятся с точки зрения уровней контроля, стадии развития материи, стадии, как это, с этапами творения. Господь является сверхдушой всего, что означает, Он присутствует во всем, Он контролирует все, все, что мы видим и воспринимаем чувствами и многое, то, что за пределами восприятия наших чувств, неотделимо от Него является проявлением Его энергии, Он присутствует во всем и контролирует все. Вот мы должны это осознать, вот это принесет нам покой, счастье, способность спокойно оставить этот мир в сознании Кришны или оставить это тело в сознании Кришны, пока не оставляя мир на все волю Господа. Это зависит от того, насколько мы серьезно отнесемся к этой возможности вернуться домой, назад к Богу, предоставленной нам Шилу Праупады, Господом Читании, всеми Его последователями. Таким образом, Господь является началом, середина и концом, мы это обсудили, я просто это повторяю, поскольку это очень важная тема. И теперь, после этого мы с вами квалифицированы перейти непосредственно к медитации на величие и могущество, великолепие Верховного Господа, представление о котором мы можем составить, наблюдая за экстраординарными феноменами и проявлениями в материальном мире. И вот это начинается со стиха 21, где Кришна говорит, что из Адитеев Я Вишну и так далее. Сейчас будем читать это, читать и обсуждать. Пожалуйста, помечайте вопросы, которые будут возникать. Очень хорошие вопросы прислали. Ну, в общем-то, некоторые из них по-любому мы бы разрешали эти противоречия. Но очень хорошо это нас настроило на восприятие темы. То есть, еще раз об этом стихе, о 20-м, что Кришна хочет сказать о Джоне. Кришна буквально, вы вот к этому внимательно отнеститесь. Кришна буквально говорит Арджуни, ты должен думать обо мне в форме трех пуруш, параматмы, которые отвечают за творение, поддержание, разрушение. Они полны випхути, достояния, великолепия и могущества, знания и блаженства. И они присутствуют во всем. Они присутствуют абсолютно, буквально во всем. Эти три пуруши, свет душа, материальное творение. Значит, мы находимся в духовном мире просто покрытые. Это как раз вот есть противоречивая тема. Противоречивая не означает, что мы не знаем, как на самом деле. А в этом вопросе есть сложность для точного определения. Поскольку все является энергией Кришны, мы никогда не отделимы от Кришны. Мы никогда не утрачиваем свое изначальное положение, свою изначальную природу. Джива сварабахая Кришна ранитя даса, как слуг Кришны. С этой точки зрения мы никуда не упали, никуда нас не отослали. Это большая тема. Лучше не будем ее сейчас касаться. Мы находимся в ситуации, если кратко, соответствующей нашим желаниям и потребностям. Наши желания и потребности были наслаждаться отдельно от Кришны. И Кришна создал нам эту ситуацию. Мы без Кришны ничего не можем сделать. Реализовать свой бунт против Верховного Господа мы не можем без содействия Верховного Господа. Это как ребенок, который хочет Луну, мама ему дает зеркало с отражением Луны, говорит, на, вот, держи тебе Луну. То есть это бунт, дай мне Луну, дай мне Луну. Да нельзя тебе дать Луну, это невозможно. Не дотянешься ты до Луны, это невозможно физически. Ну, если ты уперся, ну, на тебе Луну. И Кришна создает нам эту ситуацию в соответствии с нашим желанием. То есть Кришна создает эту ситуацию посредством своих различных энергий Он проявляет для нас эту ситуацию. Он руководит нашей жизнью, нашими скитаниями в материальном мире, находясь в сердце каждого. Он пытается нас вернуть назад в нормальное состояние. Ну, то есть мы не в духовном мире, мы в материальном, с одной точки зрения, с другой точки зрения. Мы никуда не падали, мы просто как будто бы уснули. Скоро выйдет лекция Его Святейчества Бхактикаш Свами об изначальном положении души или о падении Дживы. Там эта тема обсуждается на основе комментария Шилу Пропады, на основе лекции, на этот же стих и на основе его письма на эту тему. В этом смысле противоречивый. И так, и так можно сказать, мы упали, мы не упали. Мы в духовном мире, все есть в духовном мире, все есть Дхама, все есть обитель Господа. Нет ничего за пределами Его контроля, Его сферы влияния, безусловно. Давайте идем к следующему стиху. Все, начинаем в Випхуте. Медитацию не на рыб, акул, там и горы, а медитацию на величие, могущество Господа. Учимся восхищаться. Учимся восхищаться и удивляться различным проявлениям энергии Господа, в которых проявляется непосредственно Его, как будет сказано далее, в Шримад Бхагаватам, Его художественный вкус, Его чувство юмора. Иногда люди шутят, я слышал об этом, что утконоса Господь сделал чисто так, из чувства юмора. То есть во всем проявляется Его личный художественный вкус, Его чувство юмора, Его незаурядный интеллект, Его безграничное могущество, благодаря которому Он может совершать буквально абсолютно все без всяких ограничений. Учимся восхищаться. Итак, текст 21. Давайте сейчас внимательно мы читаем, и возникают, если вопросы, помечайте, пишите, обратимся к ним. «Из Адитив я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, а среди звезд я Луна». Итак, здесь есть несколько моментов. Адити, из Адитив это дети Адити, их всего 12, и один из них Вамана. Вамана, как мы все понимаем, является непосредственно Вишну. Вишну приходит как Вамана Аватара, являясь как сын Адити. То есть из Адитив я Вишну. Самый выдающийся из всех Адитив, потомков или детей Адити, среди полубогов, является Вамана, потому что он является Вишну, самим Верховным Господом. То есть выдающийся, с этой точки зрения, это проявление могущества Господа. Среди полубогов на высших планетных системах он является, как Вамана, как младший брат Индры. Среди светил лучезарное солнце. Немножко астрономии здесь ведической. Солнце, во Вселенной есть только одно солнце. Все остальные планеты и звезды светят отраженным светом от солнца. В том числе и Луна. Луна относится к Накшатрам, категории звезд. И также светит отраженным светом солнца. Солнце является источником вот этой энергии света и отражает, в свою очередь, трансцендентное сияние тела Господа, Брамаджоти. То есть свет Брамаджоти проявляется, преломляясь через материальные элементы, проявляется как свет солнца. И свет солнца уже, и энергия солнца проявляется уже потом множеством способов в других светилах, объектах этого материального мира. Здесь из Марутов. Маруты — это виды, различные виды ветров, потоков, воздуха во Вселенной. И Маричи — это главные из них. И это не великие мудрецы, живущие на высших планетах. Есть великие мудрецы, которые появились, созданы Брахмой на заре творения. Маричи — здесь не о них. Это такое же слово, похожее имя, но относятся к главным из всех ветров, которые дуют, движутся во Вселенной, от которых зависит очень много, много процессов во Вселенной и порядка во Вселенной. Если посмотреть не с точки зрения выделения выдающегося объекта, а с точки зрения вообще феноменов, то все полубоги, в том числе и все полубоги, рожденные от Адити, все великие мудрецы, все управляющие полубоги, такие как Вайю и великие Маричи, управляющие воздушными стихиями, все планетные системы, все планеты и звезды, Солнце и Луна, мощь Солнца, энергия — все это в Випхуте Кришны. То есть мы должны именно так понимать, что все является проявлениями энергии и могущества, все является в Випхуте. Но Кришна выделяет выдающиеся для того, чтобы помочь нам оценить и составить представление о Его величии и великолепии. Вопрос, почему Солнце — Рави, Луна — Шаши? Шаши — это звезда, означает. Накшатрана, Махам — Шаши. Окей. Вопрос еще раз. Солнце — Рави, Луна — Шаши. Почему не Суря Лока, не Чандар Лока? Ну а почему бы и нет? Какая разница? В чем здесь проблема? То есть мы уже довольно-таки привыкли, серьезно привыкли к тому, что Кришна и Арджуна используют разные определения, разные имена, разные названия. Это все синонимы, все указывает. Почему? Я даже немножко в смятении от вопроса «почему». То есть вопрос, почему он не всегда уместен. Ну просто вот так Кришна решил назвать это так. Поэтому это так. То есть слово Шаши указывает на Луну, слово Рави указывает на Солнце. Это общепринятые санскритские слова. Это не единственное место, где эти термины используются по отношению к этим светилам. В ведической литературе, в ведической культуре используются эти имена. Дальше. Ну то есть это вопрос... Вот этот момент, он не имеет никакой важности абсолютно. Даже тени, намека на важность того, что используются эти термины, нет термина, нет ни в одном комментарии. Ни в одном комментарии, ни одного ачарьи. Просто это общепринятые ведические термины для Солнца и Луны. Следующий текст. Здесь нужно знакомиться нам с ведической литературой, с иерархией, с различными разделами вед. И Шилпрупада не здесь... Нет, Шилпрупада здесь не объясняет ничего. Но самоведа... Объясняется исключительное положение самоведы. В комментариях ачарьев я не помню, что именно они говорят об этом. Так, 22 текст давайте посмотрим. Ага, самоведа. Почему самоведа? Чем она выделяется из сект четырех вед? Потому что она состоит из очень красивых стихов. То есть, очень красивая поэзия в ней, отличающая ее от других разделов вед, в которых все выражено не в такой изысканной поэзии, а в других формах. То есть, отличается вот такое утверждение именно красотой слога, в котором изложено это веда. Среди полубогов я царь небес Индра. Индра царь райских планет. Естественно, он выделяется из них, из всех. И поэтому он назван здесь в Випхуте. Также Индра здесь прославляется своим могуществом. он своим именно физическим могуществом отличается от большинства полубогов. Поэтому он и царь. Из чувствия ум был вопрос по поводу ума. Почему Кришна из чувств ум, если ум он может быть врагом и привести душу вообще на адские планеты к каким-то жалким уровням существования. Почему Кришна это ум? Ну, здесь опять вопрос не к месту. Здесь совсем другая тема. Мы обсуждаем в Випхуте. Вспоминаем еще раз. Мы обсуждаем в Випхуте достояние величия Господа. Как Господь это делает? В какой манере? Каким способом? Он называет группу, одну какую-то группу и выделяет выдающийся элемент из этой группы и говорит, что это я. Все? Здесь зачем здесь к чему здесь вопрос почему Кришна ум? А что Кришна? Глаза, уши? Что из чувств из пяти чувств плюс ум из шести чувств что назвать Кришной? Вот у нас конкретная группа чувства и ум. Что из них Кришна? Ум сложнее всего контролировать. Это самое сильное утонченное изощренное чувство подчиняющее себе все другие чувства и контролировать его очень сложно. Кришна уже говорил об этом в Багаудгите в шестой главе. Поэтому он Кришна, поэтому он представляет Кришну. Все, здесь больше ничего не надо понимать. Тема об уме, контроль ума, да, это не тема випхути, то есть это не относится к текущей теме, которую мы обсуждаем. Дальше. Рудранам шанкараш часми, витэшо якша ракшасам, васунам павакаш часми, меру шикхаринаамахам. Из Рудр я господь Шива, среди якшей и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера, из васу я огонь, агни, а среди гор я гора Меру. Есть один из Рудр различных экспансий господа Шива и в своей высшей форме, изначальной форме Шивы, именно шанкара, опять синоним это указывает на господа Шиву, который является источником одиннадцати Рудр. В этой форме он лично разрушает материальный мир. Поэтому из всех Рудр он, конечно же, Шива, самая могущественная изначальная форма господа Шивы, в которой он разрушает материальный мир, пролая, совершает пролая полное уничтожение. Среди якшей и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера. Кувера относится к якшам. Интересная форма жизни. Ракшасы это демоническая форма жизни. Якши это божественная форма жизни. Но по жестокости, по характеру они похожи. Так описаны, так о них говорится в комментарии. И Кувера хранитель сокровищ полубогов. Он является казначеем полубогов. Естественно, его положение выдающееся среди всех якши. Якши не являются очень высоким уровнем существ. да, это высшие людей с точки зрения мистических способностей, продолжительности жизни, уровня планетных систем, уровня наслаждения. Но среди полубогов они не находятся на очень высоком уровне. Но среди них есть Кувера, их казначей. То есть, таким образом, опять Кришна называет группу и выдающийся объект, личность, в данном случае, из этой группы. Из васу есть 9 васу, да, или 8 васу. Я огонь, Агни. Агни относится к ним. Опять группа и выдающийся из них Агни, Бог огня. Среди гор я Меру. Далее Кришна скажет из неподвижных я Гималая. Дело в том, что гора Меру может даже может двигаться на Гималая неподвижной. И интересный еще момент, связанный с этим или нет. Гималая не является высшей точкой на планете с точки, если мерить от ядра земли. То есть, если мерить от ядра земли, то самая высокая точка, самая дальняя точка от ядра земли будет находиться в районе экватора. Не высший пик Гималаев. Ну, не знаю, вряд ли с этим это связано. Объяснение в комментариях Ачарев такое, что Меру может двигаться, а Гималая нет. Поэтому среди неподвижных я Гималая, гор, а среди просто гор я Меру. Меру – это самая большая гора во Вселенной в любом случае. Фактически находится в центре Вселенной. Дальше. Следующий текст. Почему Арджуна? Интересно. Мадавачарик этот стих просто он этот стих комментирует. Все элементы у стиха, но про Арджуна ничего не говорит. Мы знаем, что Мадавачарь является воплощением Бимы, одного из пандовов. И физически он был намного сильнее Арджуны, выдающийся воин, Махаратха, с сверхъестественной физической силой. Он очень прославился в Махабарате. Почему Арджуна здесь среди пандовов я Арджуна, а не Бхима, к примеру, или не Ютхиштида, который был царем? Смотрите, мы уже даже немного будучи знакомы с ведической литературой, с рассказами о Махабарате, с Шримад Багаватом, где тоже те же самые истории упоминаются, мы видим, что Сахадева, Ютхиштида, Арджуна, Бхима, двое братьев, смотрите, я даже имена их забыл, двое других пандовов. Напишите, пожалуйста. Накулы и Сахадева, Накулы и Сахадева. Смотрите, я даже имена забыл, но естественно, что это будет не Накулы и Сахадева. Ну почему не Ютхиштида, который был императором мира, он был главный, старший и главный среди них по положению. Или почему не Бхима, который был самым сильным и очень выдающимся воином, очень сильно прославился убийством различных демонов в сражениях, характером он очень яркий, Бхима, такой усиленный кшатрийский кашатрий, не просто кшатрий, а какой-то кшатрий, кшатрий, кшатрий. И Мадавачария это воплощение Бхимы. И он ничего не говорит об Арджуне. Можно предположить, может быть, он не согласен. Ну, это ирония. Ачария объясняет. Несколько Ачария, в том числе Шилабрупаду, указывает на то, что Арджуна Дананджая, Арджуна смог собрать необходимые богатства. Это было, это очень соординарное достижение. То есть, не такая простая задача это была. Для Яги он собрал необходимые богатства, поэтому он Дананджая, покоритель богатств. И Шилабрупады и другие Ачарии указывают на то, что поэтому Арджуна он выдающийся. Также один из Ачария комментаторов говорит, что Арджуна и Кришна являются воплощениями Нары Нарайны. То есть, воплощение Нары Арджуна является экспансией Кришны. Поэтому он является выдающимся среди пандов. Да, можно множество качеств его отметить. Дананджая, потом он лучший стрелок-лучник, он женат на сестре Господа Кришны Баларамы Субхадри, а не кто-то другой. Он близкий друг Кришны. То есть, очень много выдающихся его качеств, можно подчеркнуть. Но Ачария подчеркивает вот эти два Дананджая и то, что он является воплощением экспансии Господа, воплощением Нары. Я главный жрец Брихаспати, это жрец полубогов. Конечно, полубоги занимают особое положение во Вселенной и жрец, их жрец естественно, тоже выделяется среди всех других. Картикея также военачальник полубогов. Среди военачальников я Картикея. И среди водоемов я океан. Здесь исключаются реки. О реках будет дальше. Среди рек я Ганга, Кришна скажет. Здесь среди больших водоемов, содержащих в себе огромное количество воды. океан, который содержит в себе больше всего, большее количество воды. Океан поражает своим воображением. Увидеть океан это очень впечатляющий опыт, когда мы не видим, мы видим горизонт, мы видим только воду и горизонт, мы не видим края. и при этом мы понимаем, если опираться на знания, не только на чувства, что мы видим очень незначительную часть океана, но уже это вызывает восхищение. А если мы представим, сколько соли в этом океане, а если мы подумаем, задумаемся, какое огромное количество воды, и как Шилл Бурбада говорит, если вода образуется из водорода и кислорода, то сколько нужно водорода и кислорода для того, чтобы создать мировой океан, и откуда взялся тогда кислород и водород, и кто их соединил таким образом, что образовался океан. То есть все это стимулирует наши, как Шилл Бурбада говорил о том, что различными способами сознание человека может быть стимулировано для осознания абсолютной истины. Один из способов молоко создает тонкие ткани интеллекта, которые способствуют осознанию абсолютной истины. Это один момент. Кстати, недавно я встретил современные исследования, доказали, что молоко образует извилины новые в мозге. Этого не было, когда Шилл Бурбада писал комментарий. еще один момент. Правильно организованные населенные пункты, дома, дворы, места, где люди живут, проводят свою жизнь, архитектурные элементы, красота, скульптура, сады, парки, озера, красивые, красиво вымощенные дорожки, а не по булыжникам или по грязи люди ходят. Все это способствует развитию чувства прекрасного и образованию тонких тканей, образованию определенных тонких чувств, способствующих осознанию абсолютной истины. Первая песня Шимат Багадам в комментарии Шилл Бурбада утверждает, что хорошо организованы деревни и города, где все чисто, ровно, где есть эстетика, красота в архитектуре, в организации пространства, улиц и так далее, когда есть просто вот такие места, где есть озера с птицами, с лебедями, фонтаны, цветы, цветущие деревья, сады и так далее, когда вот это вот все есть просто для красоты, для ощущения приезда, чтобы было хорошо человеку. Это способствует осознанию абсолютной истины. То есть с платформы Парамахамсы полного отречения от всего материального Шилл-Брабада вообще от этого не зависел. Он находил, находясь на высшем уровне духовного самосознания, являясь вообще в общем-то нитя ситхой, вечно освобожденной личности, он точно от этого не зависел и даже особенно этому не следовал. То есть он жил в маленькой комнате во Вриндаване, он был удовлетворен, ему ничего не надо было, никакие тонкие ткани развивать через чувство прекрасного. Он жил в Ратхадамадармандире в очень маленькой комнате, ездил на электричке на индийской в 50-х, 60-х годах в Дели. То есть никакой эстетики не было в Индии, ее до сих пор нет, но нам преданным это на вооружение. Гуна благости проявляется так, что все по-человечески, все для людей, все приятно. И это способствует осознанию абсолютной истины. То есть различное молоко, организация быта в Саттва-гуне, организация образа жизни в Саттва-гуне, слушание о Кришне, все это стимулирует сознание Кришны. Даже на низших уровнях развития, на уровне нецивилизованных племен есть склонность в человеке восхищаться стихиями. Какие-нибудь племена дикие, они падают на колени в поклоне, когда слышат гром, признавая превосходство какой-то стихии над ними. Это есть в человеке. В нас заложена способность восхищаться могуществом, силой, великолепием, красотой. Поэтому Кришна нам здесь дает самые-самые такие впечатляющие, чтобы простимулировать на сознание Кришны. То есть слушание об этом, медитация на различные вибхути, на различные феномены материального мира, именно таким образом, каким нас учит здесь Господь, таким образом размышления над ними стимулирует развитие интеллекта и способствует осознанию абсолютной истины, осознанию его в его изначальной личностной форме. Именно его изначально личностная форма Сад-Читананда, Кришна, именно его личные трансцендентные качества являются основой и источником всего. То есть не было бы вот этих уток и селезней, не было бы утконосов и капибар, бобров и сусликов и так далее. Это все создано Кришной. И чтобы что-то создать, необходимо обладать этой энергией, талантом, определенным вкусом, определенным видением. То есть я художник, я так вижу. Вот так Кришна видит, как он только не видит, что он только здесь не насоздавал. Это все основано на его личных качествах, это все является проявлением его личных талантов, которые вечно присущи ему. Океан очень величественный. Здесь океаны, океан, горы, небо, звезды. То есть всего этого касается Кришны, если в общем посмотрим. И подчеркивает, что все это является проявлением его великолепия. Дальше читаем. 25. Махарши нам бхригу ахам гирам асмек амак шарам яг анам джапа яг асми ставара нам хималая из великих мудрецов яг бхригу это выше чем полубоги уровни жизни великие мудрецы из них самый главный бхригу а среди звуков я трансцендентный звук ом из жертвоприношения я повторение святых имен джапа буквально джапа яг а из недвижимого гималайские горы так здесь шиллубрупаду уделяет внимание звуку ом который является звуковым воплощением абсолютной истины личности бога со звука ом начинаются ведические мантры мантры предназначены для людей не являющихся двиджами не начинается с ом то есть есть разные разделы вед и изначальные веды в которых мантры начинаются со звука ом предназначены для изучения двиджами пураны написаны для женщин шудр и двиджа банхо там мантры не начинаются со звука ом Ом, звук, является очень важным в ведической литературе. Йоги, гьяни и йоги достигают освобождения через произнесение слога Ом. Ом – это изначальный звук, вибрирующий во всем. Даже океан шумит звуком. Звуком можно услышать в пространстве, где находится душа, то есть внутри себя. Это звуковое воплощение Господа. Он уже содержится в звуках Харе Кришна Махамантры. Шилабрупада говорит об этом в одном из комментариев к Бхагавадгите. Мы это уже или встречали, или будем встречать, или еще встретим. Из жертвоприношений я повторение святых имен. Тут не сказано повторение святых имен. Джапа, ягега. То есть джапа означает тихое, безмолвное или тихое шепотом повторение мантр. Но некоторые ачарии подчеркивают, что среди всех мантр главными являются мантр, которые содержат в себе имена Господа, Верховной Личности Бога, Вишну или Кришны. Поэтому, конечно же, джапа, прежде всего, это повторение святых имен. Джапа, ягега. Из всех видов жертвоприношения – я повторение святых имен. И Шилабрупада не без оснований, не по собственной прихоте переводит. То есть это так и есть. Можно вопрос про гору Меру. Она находится на какой-то планете или во Вселенной, в пространстве между планетами. Это описано в пятой песне Шамадбага. Просто откройте, посмотрите картинки. Можно почитать что-то, почитать быстро. Только стихи, какие-то некоторые разделы. Она находится в центре Вселенной. Отключите микрофон. Или, если вы задаете вопрос, то громче, пожалуйста. Я бы хотела сказать, ага. А, сейчас минутку я попробую. Ну, мы читаем как раз за песню, и не могу поймать. Я вроде читала, и никак не могу сообразить. Немножко, если можно. Ну, если люди нет. Ну, вкратце, Меру находится в центре Вселенной. Это центр Вселенной. Вселенная изображена как двипы, как острова. Посередине находится гора Меру. Она уж расширяется к вершине, да, помните. И по внешнему кругу этих двип перемещается Солнце. Отсюда образуются закаты и восходы, когда Солнце за горой Меру. То есть, часть Вселенной, часть планетных систем скрыта от солнечного света. Когда она выходит, то есть, таким образом появляются день и ночь. Это ведическая астрономия, то, как выглядит с точки зрения высших существ. С точки зрения Господа Вишну, Господа Брамы, как выглядят планетные системы, как выглядит весь конгломерат планетных систем, как выглядит Вселенная. Есть этот противоречивый вопрос, круглая или плоская. Но чувства, ограничивающие восприятие живого существа, не создают такой проблемы, чтобы кем-то одно и то же воспринималось кругло, а кем-то другим плоско. Мы не можем понять, что означает расширенное сознание, когда возможности чувств, допустим, как у полубогов. То есть полубоги, некоторые полубоги, управляющие полубоги, они знают, что происходит у нас в организме сейчас. Они сознают это. Вот так же, как мы можем посмотреть сейчас на монитор или на дисплей смартфона. Нам нет проблем, мы смотрим и видим. Мы живем в этом трехмерном пространстве, мы в нем нормально ориентируемся, все нормально воспринимаем. Но есть существа, которые управляют процессом работы наших с вами почек, кишечника, кровеносно-сосудистой системы, сердца и так далее. Зрение. Солнце отвечает за зрение. Не пассивно, а конкретно. Бог солнца. Полубоги управляют различными чувствами, различными процессами. Их восприятие вообще, оно просто не может уложиться в нашей голове. То, как они видят Вселенную, это нельзя нарисовать на картинке. Для нас это невозможно представить даже. Не надо это недооценивать. Представьте, есть живые существа, которые живут в двухмерном пространстве. Для них не существует трехмерного. Они живут в двух измерениях, в плоскости. Вот представляете, представьте плоскость, и там живут вот эти существа. Они о вас ничего не знают, потому что вы находитесь за пределами их восприятия, за пределами их вообще реальности. И представьте, вы ставите палец в плоскость, где эти живые существа живут. Как они это воспримут? Они воспримут, что ниоткуда вдруг возникает что-то. Как что-то может возникнуть ниоткуда? Да, и так же мы можем, ну, представим, если вдруг, правда, кто-то видел НЛО, или каких-то существ, которые появляются вдруг ниоткуда. Как так можно появиться ниоткуда? Но есть разные чувства, разные уровни сознания, разные уровни восприятия. Отсюда рождается вот эта противоречия в описании, в ведических описаниях планетных систем и устройств Вселенной и в восприятии нашим. Шилл Пруппад постоянно подчеркивал, что Луна дальше, чем Солнце находится. Не ближе дальше, чем Солнце от Земли. И что никто на Луне не был. Это до сих пор очень сложный вопрос. Многие считают, что никто на Луне не был до сих пор, до сих пор и так тогда, в 60-е годы тем более. Но Шилл Пруппад никогда в этом не сомневался. Где они? Даже если они куда-то высадились. Но никто не мог попасть на Луну. Это невозможно. Луна, которая наделяет вкусом фрукты и овощи. Как она может выглядеть так позорно, так похабно, как ее изображают с кратерами, с пылью просто безжизненная. Она дает жизнь, она дает вкус, дает энергию. Мой отец был агрономом высокого уровня, скажем так. Всю жизнь посвятил себя сельскому хозяйству, имел образование соответствующее и был атеистом. Очень настоящее таким хорошим атеистом, так сказать. Он говорил, что от Луны, от Луны именно зависит, от циклов Луны, от света Луны зависит. Зависит вкус, сочность и вкус качества фруктов и овощей. Овощей, наверное, в большей степени. Не будем уточнять, не суть. Ну вот так вкратце, да, это Меру. На вершине горы Меры находится обитель Господа Брахмы Сатья Лока. То есть это вселенская гора, находящаяся в центре вселенной, составляющая из себя очень значительную часть этой вселенной. Продолжаем дальше. Что здесь? Джапа. Есть определение Джапы, которое дает Рупагасвами, Сулагучаро, когда святые имена повторяются. Лаггу означает легко или небрежно, но не в плохом смысле небрежно, а когда мы повторяем имена Господа без напора такого, так сказать, без акцента на произношение, как это делается в ведических ягах. Там очень огромное значение, огромную важность придают именно произнесению, метрики, ритму. То есть это должно повторяться определенным образом. Но святые имена надо просто повторять с любовью, с верой, обращаясь к Господу. Здесь лаггу означает, что это может быть тихо, так, чтобы было слышно самому и тем, кто рядом. Мы как-то уже касались этой темы. Из недвижимого гималайские горы. Безусловно, это не лысые горы где-нибудь под Тамбовом, или у всех есть какие-нибудь такие места. Ну, кто не на Урале, там уже посерьезнее. Да, живет и не на Кавказе. Ну, у нас очень сложно найти место, откуда скатиться на санках было в детстве. Ну, находили, да, такие холмики. Были различные места, где можно было покататься чуть-чуть. Но это не производит особого впечатления. Гималайи производят несгладимое впечатление. Впечатление, которое невозможно забыть. При этом дорога, допустим, в цветные места очень опасна. Там, ну, серпантин, и часть дороги не имеет ограждения. И по пути можно в боковое стекло, в боковое окно машины, видеть лежащие в пропасти машины. То есть бывают оползни по пути. То есть оползень может просто завалить машину или сбить ее в пропасть. То есть дорога опасная, в общем-то. Я ездил с небольшой группой. Если можно так сказать, ну, два человека захотели увидеть Гималайя, святые места Гималаев. Мы съездили. Я им ничего не говорил об опасности. Мы приехали в Решикеш, взяли машину и поехали. Они молчали всю дорогу по поводу опасности и суеверия какого-нибудь, да. Но когда мы коснулись земли, так сказать, при земле, ну, приехали назад в Решикеш, вышли из машины, они сказали, один из них сказал, как хорошо, что я не знал, что такая дорога, иначе я не поехал бы. Но как хорошо, что я не знал и все-таки съездил. То есть такое впечатление оставляют в Гималайи. Это неизгладимое впечатление своим величием, своим масштабом. Дальше. Из деревьев я Баньян, из мудрецов среди полубогов Нарада, из гантарвов я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Ашватха или Баньян. Самое уникальное дерево, оно одно может разрастись в огромный лес, который занимает сотни квадратных километров. Такое дерево есть. Одно дерево занимает сотню квадратных километров. В Калькутте есть такое дерево. Баньян. То есть оно очень интересно растет. Вроде бы, как обычное дерево, но у него корни спускаются с веток. Потом они достигают земли, укореняются в земле и дают начало новому стволу. Это все считается одно дерево. И оно может разрастись на сотни километров, так что не это сберешь. Мы в 15 главе этот пример будем обсуждать. Ну и Баньян является священным деревом, которому поклоняются последователи ведической культуры. То есть это авторитетный объект поклонения. Из мудрецов, среди полубогов, Нарда, Нарда отличается своей исключительной предностью и знанием науки сознания Кришны является одним из махаджинов, великих авторитетов в науке предного служения. Именно за его исключительную предность, его уникальные достижения в распространении знаний о предном служении. Он является автором Нарады Панчатры, очень важного. Нарада Бхакти Сутр, очень важное произведение. Он главный из всех мудрецов, которые могут быть не настолько развитыми в сознании Кришны, как Нарада. Нарада совершенно преданный, представляет всех преданных, является представителем Кришны среди преданных. Среди Гандхарова Читарадха, очень умелый в том, чтобы петь, о нем так сказано в комментариях. Гандхарова – это их главное качество. Они поют и танцуют, развлекают полубогов более высокого уровня. Среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Опять же, Капила является самим Господом, воплощением Господа, его непосредственной экспансией. С этой точки зрения он не является вип-хуте. Это сам Господь. Но среди живых существ, обладающих мистическими способностями, он, я Капила, говорит Кришна. Капила превосходит всех в этих мистических способностях. Дальше. Учайшравасам ашванам видхимам амритод бхавам айраватам гаджендранам Наранам чанара дипам Среди скакунов я Учайшрава появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я айравата, а среди людей я царь. Этот конь, этот слон появились при пахтании океана и они не являются обычными животными. Естественно, они выделяются, должны быть выделены из всей группы как экстраординарное проявление вип-хуте Господа. Среди людей я царь. Здесь имеется в виду Раджи Риши. Царь, который является проводником воли Господа, который обеспечивает порядок в обществе от имени Верховного Господа, следуя наставлениям авторитетов, браманов и ващнавов и ведических писаний. Среди людей я царь. Именно праведное управление, когда основой управления является дхарма, принципы религии, в этом случае Кришна является царем среди людей. Шилабрупада это так объясняет. Среди людей представителем Кришны является царь, поскольку Кришна заботится обо всей вселенной. И цари, ставшие царями в силу своей праведности, также пекутся о благополучии своих подданных. То есть это принцип, когда правительство беспокоится и о государстве, и о людях в этом государстве. Таким образом оно представляет Кришну, является проявлением вип-хуте Кришны. Такие правители, как Махараджа Юдиштира, Махараджа Парикшит и Господь Рама были в высшей степени благочестивыми царями, которые всегда заботились о своих подданных. Веды называют царя представителем Бога на земле. В наше время вместе с забвением принципов религии монархия пришла в упадок и в конце концов была упразднена. То есть мы можем точно быть уверены, что политические взгляды Шиллопрупады монархические. Он за монархию, но он всегда подчеркивает, что успех монархии зависит от квалификации и праведности монарха. Но это самый правильный способ управления, безусловно. Даже на уровне диктатуры это, так сказать, токсичная монархия, диктатура какой-то личности. Мы можем видеть больший порядок в стране и большую политическую стабильность. Есть примеры государств, где за счет диктатуры у людей очень в этом государстве очень хорошее экономическое развитие, политическая стабильность и как следствие политической стабильности хорошая экономика. Сингапур, к примеру. Там в большей или меньшей степени диктатура. Там буквально больше нескольких человек нельзя собираться дома даже, по-моему. Но эта страна отдала фору всем. Вообще Арабские Эмираты просто неразвитая деревня по сравнению с Сингапуром сейчас. То есть это Сталина осуждают в России тоже. И наверняка есть за что. То есть наверняка он все-таки обладал демоническими, деспотическими качествами. Наверняка он действительно погубил много людей и зря. Но это побочный эффект вот такого токсичного управления, диктатуры. Но зато страна развивалась в год за 10 лет примерно после войны. И была выиграна война в том числе. То есть очень много достижений. Очень много достижений и плюсов в монархии. И в современном мире мы иногда видим подобие монархии. У нас есть наоборот как бы монархия и цари, короли, последователи, потомки царских семей, которых как свадебных генералов держат, они обладают властью. И есть наоборот премьер-министры и президенты, которые обладают фактически монархической властью или близкой к этому. имеет очень сильное личностное влияние на ход истории государства. То есть монархия это хорошо. Это однозначно самый лучший способ управления, но все упирается в квалификацию. Сложно найти квалифицированных для этого людей. И с этой точки зрения выборы. Что такое выборы? Честные выборы, нечестные выборы, да и вообще плевать на выборы. Управлять должен тот, кто обладает силой. Да, очень плохо, если демонические цари захватывают власть. Да, плохо. Но таков закон природы. Тот, кто не может захватить власть, он не может и не может ее удержать, не может прийти к власти, не может удержать ее. Кто зависит от выборов, вот сейчас гонка предвыборная в Америке, кандидаты унижаются, просят поддержки, у звезд, которые нифига, извините за выражение, не соображают ни вообще в жизни многие из них, ни в политике, ни в экономике, ни вообще в жизни, в реальной. Потому что всю жизнь прожили на своем вот этом искусственном успехе, просто кривляясь на сцене, получая миллионы и миллиарды долларов, ничего не понимают в реальной жизни, ничего не понимают в экономике. большинство из них, может, кто-то понимает, кто-то занимается параллельно бизнесом, или кто-то имеет от природы развитый интеллект, кто-то, но в целом это не те люди, кого надо слушать. И кандидаты унижаются, и гоняются за звездами, которые симпатизируют им, чтобы они поддерживали им. Все это так низко, очень гнусно выглядит, ущербно выглядит. Все, ни один из них не является реальным человеком, реально достойным власти. Ну, ладно, это мы, я не о политике говорю, да, почему среди людей я царь. Дальше, следующее. Из оружия молния Индры может легко просто срезать вершины у огромных гор. Ведах описывается могущество молнии. Подобного оружия никаким мечом, стрелой это не сделаешь. Даже взорвать это очень сложно. Ну, даже если можно взорвать это титанические усилия, это надрыв, тогда как молния очень легко может отсечь горную вершину. Среди коров я сурабхи. Здесь имеется виду коровы духовного мира, которые могут давать любое количество трансцендентного молока. Из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви. То есть вожделение которое используется в рамках дхармы Кандарпа нам как Кришна говорит? Камосми Баратар Шабха. Я половое влечение не противоречие принципам религии. Поэтому секс ради наслаждения не является проявлением Кришны, является проявлением низших качеств материальной природы, кун, страсти и невежества. В основном невежество, зацикленность на наслаждении телом другого живого существа относятся категории невежества, желание создать семью, иметь потомство, детей, это уже больше относится к гуни страсти. И когда это полностью управляется предписанием мишастра, это уже относится к гуни благости. Таким образом, кандарпа, бог любви или стимул к наслаждению сексом, целью которого является благочестивое потомство, когда это контролируется предписанием мишастра, это сам Кришна. Балады Вадибушна и Шилапрупада делают одинаковые утверждения, повторяют одно и то же утверждение. Однако половые отношения ради зачатия благочестивого потомства называются кандарпы и представляют Кришну. А до этого говорится, что половые отношения, в которых вступают только ради удовольствия, никак не связаны с Кришной. Это наоборот то, что отделяет от Кришны, изолирует от Кришны и отупляет сознание настолько, что мы не сможем понять науку о Кришне. Следующий текст. анантош, час, подождите, мы не все элементы. Оружие, причин появления потомства. Змей, остался из змеи в Асуке. Сарпанаам, это змеи, обычные одноголовые змеи. А и в Асуке, он главный из них. потом из нагов я будет сказано, что из нагов я ананта. Наги это уже многоголовый змей. То есть, из одноголовых змей я в Асуке, из многоголовых я ананта. Вот в этом разница. Следующий текст. Ананта Часми Наганам Вот ананта Часми Наганам Наги Вот в этом разница между двумя видами змей. Варуно Яда Самахам Питри Нам Арияма Часми Яма Сам Ята Мама Хам Среди многоглавых многоглавых змеев нагов самым великим является Ананта. Ананта. Среди обитателей вот Варуны естественно. Планета Питов управляет планетами Питов куда попадают благочестивые люди за счет религиозной деятельности их потомков поддерживается там. Это райская планета. Ей управляет Арияма среди всех предков тот кто ими управляет представляет Кришну. И Яма Бог смерти тот кто наказывает грешников представляет Кришну поскольку вызывает страх у всех живых существ. Следующий жизни такой среди них родился прохлада являющийся великим преданным. Из разрушительных сил я время среди зверей я лев а среди птиц гору оттуда опять здесь похоже встречается какой это стих тридцатый и потом будет тридцать восьмой в каком времени время в общем два раза упоминается здесь время как разрушительная сила действующая здесь в материальном мире как сила подчиняющая себе все управляющая всем то есть верховный господь действительно посредством калы управляет всем в материальном мире кала посредством калы он управляет гунами гун и уже управляет всем остальным и второй раз когда он скажет о кале речь пойдет о вечном времени о вот этом вечном потоке времени о не имеющем начала и конца здесь уже масштаб то есть масштаб величия кришны вечное время вечность здесь он говорит я есть вечность а тут он говорит о силе которая разрушает управляет всем подчиняет себе все кале подчинено все в материальном мире все живет появляется существует и живет по законам калы в пределах калы вот в этом разница упоминания калы два раза среди зверей я лев среди птиц гаруда почему льва крышна выделяет есть множество могущественных зверей слон иногда побеждает льва на тигр превосходит льва в скорости к примеру почему в конце концов лев есть есть видео даже такие живут мир о мире животных где буйволы разбираются с львами бывает такое то есть почему лев среди зверей и есть объяснение в шастрах что когда гремит гром лев выходит и рычит на него принимая вызов он не испытывает страха он не боится в общем суть не в размерах и даже скорости и силе а в том что он бесстрашен поэтому он царь зверей среди зверей я лев а среди птиц гаруда гаруда личный транспорт господа вишну естественно он выделяется из группы всех других птиц паванах паватам асми рамах шастра бхритама хам джхаша нам макараш часми срота сам мас миджах нави из очистительных сил я ветер износящих оружия рама то есть ветер действительно очищает и есть ткани которые разрешаются очищать с помощью ветра то есть шелк может быть очищен с помощью ветра ветер очищает даже некоторые ткани хлопок обязательно нужно стирать но такие благородные ткани как шелк и шерсть могут очищаться ветром безусловно физические загрязнения загрязнения проявляющиеся уже в форме запаха не могут быть устранены ветром или каплями воды но в течение некоторого времени шелк можно очищать просто стряхнув и он будет считаться чистым тогда как хлопок если мы снимаем хлопок то он уже становится оскверненным считается что одеть хлопковую одежду которую мы одевали уже сегодня даже сегодня не говоря вчера считается что осквернение такое же как одеть одежду снятую из трупа поэтому в ведической культуре все одевают всегда чистую одежду с веревки всегда одежда стирается одевается после омовения чистой одежды это очень важно шелопропада в одном из самых важных наставлений своих последних наставлений говорит о том что куноблагости очень важна и говорит об аспекте куноблагости уже трансцендентный благости мангаларати слушания шлематбхагаватам и также говорит о том чтобы принимать омовение одевочистую одежду так или иначе ветер очищает из очистительных сил я ветер износящих оружия рама среди рыб я акула макро мы говорили уже что здесь может быть чудо рыба макро которые опыта которые мы не имеем вообще но по описанию она глотает глотает китов среди полноводных рек ганга помним да что все реки это випхути кришны среди них ганга выделяется особенно все виды все способы очистить являются проявлениями випхути кришны ветер представляет кришну до конца я не понимаю почему именно ветер но достаточно принять просто принять это важно понять принципы во всем этом описании рама шастра бритама хам рама здесь имеется ввиду парашурама шахтя вешаватара или если рама то в качестве носящего оружия он естественно выдающийся из всей этой группы носящих оружия ганга здесь названа джахнави потому что джахнамуни однажды проглотил гангу и потом выпустил ее поэтому ее считают дочерью мудреца джахнави джахнавамуни и называют ее джахнави сарганам адиран ташча мадиям чава хам арджуна адьяатма видя видя нам водах праводатам ахам я начало конец и середина всего сотворенного у арджуна из всех видов знания я божественное знание о душе а для логиков я довод приводящий к истине итак я начало конец и середина всего мы уже это слышали и мы всю эту тему обсудили комплексно полностью в полной мере но чтобы объяснить повтор один из ачарьев говорит что в действительности его нет была девушка говорит что в первом случае кришна говорит что в форме трех пурш он является причиной он проявляет живые существа поддерживает их и потом они исчезают прекращают свою деятельность в материальном мире уходят в непроявленное состояние то есть в первом случае кришна начало середины конец живых существ во втором случае начало середины конец мертвой материи неодушевленной материи таким образом объясняется что в обоих этих стихах нет повторения но мы с вами обсудили трех вишну господа в форме трех пуруш вишну аватар как причину источник всего и мы и мертвую материю и живых существ под живым существом здесь имеется дуни частицы кришны как нечистые духовные души живые существа живое существо это комбинация материи и духа живое существо это под живым существом здесь бута подразумевается воплощенное живое существо в материальном мире совершающие материальную кармическую деятельность ради наслаждения жизнью в материальном мире вишну создает эти живые существа дает им возможность воплотиться в материальные тела он является началом причины этого он поддерживает весит порядок и в какой-то момент это сворачивается вот здесь таким образом он дает начало живым существам их деятельность в материальном мире обеспечивает это начало является серединой и является их концом и он является господь в форме вишну трех пуруш является причиной источником всех материальных элементов всех управляющей силой оперирующим фактором всеми процессами материальными он находясь сердце каждого дает каждого знания забвения направляет скитания живых существ все мы в комплексе обсудили и даже повторились несколько раз добавить добавление ветер это принцип движения во всех процессах очищения нужно движение мылом тереть водой промывать и так далее хорошее наблюдение мне нравится спасибо еще по этому стиху немножко я начала середины конец всего сделали готова у нас из всех видов знаний я божественное знание о душе знание о душе содержащиеся веданта сутри является главным из всех видов знания которые даются в ветах веданта сутра является главным произведением ширмад боготам является еще более важным потому что является расширенным очень подробным детальным комментарием на веданта сутру боготгита является важным потому что она содержит в себе она является гита панишад гита упанишада содержит в себе тоже подобно веданта сутри боготгита содержит в себе суть учения всех упанишад и веданта сутра тоже содержит суть учения всех упанишад конспект упанишад и вада я довод приводящий к истине здесь вопрос был заранее написан вопрос к этому моменту сейчас найду его так нашел спор ведущий к истине представляет кришну давайте сначала разберемся почему что и какие еще есть виды споров есть разные силогизмы и силогизмы этапы через которые нужно проходить при анализе предмета какого-либо и этапы ступени презентации этого предмета силу силогизмы это утверждение обоснования или довод обосновывающие утверждения примеры которые подтверждают связь между частным оба общем то есть все это относится к категории силогизмов это все часть логики есть различные приемы в логике также решил пропаду упоминает джалпу и витанду то есть таким образом он показывает что есть вот эти методы джалпа и витанда в свою очередь включает себя множество и не множество еще несколько других запрещенных приемов с помощью которых искусно владея которыми человек может утверждать опровергать точку зрения оппонента постоянно ставя его под сомнение опровергая ее не только и это один из этапов поставить под сомнение и опровергнуть один из приемов использовать аргументы самого же оппонента для опровергения его же точки зрения то есть здесь основа является гуна страсти желание победить споре нежелание прийти к истине и есть определенные методы с помощью которых можно прийти к истине вада является главным из них на главным из этих методов но есть по под как сказать во главе с вадой использование различных силогизмов и приемов логики позволяет определить отличить истинное знание от ложного и прийти к правильному пониманию предмета в основе у этого лежит более тонкая вещь чем логика это нравственность нравственность означает что человек действительно хочет понять истину но он хочет разобраться понять как правильно он не пытается продвинуть то что ему удобно он пытая он и для него важна истина даже если она неудобно пусть главное чтобы это было правильно на то есть вода это буду благости в основе очень вот это высокая нравственность затем стремление к правде к истине тогда как по во главе с джалпой витанды используются еще и другие ухищрение приемы с помощью которых человек может опровергать точку зрения оппонента не утверждая свою собственную или наоборот может продвигать любой ценой свою свою собственную точку зрения не заботясь о том что она не является правильной и вот эти методы они могут указывать лишь на искусность на адхикар на квалификацию так сказать о умение на на умение видели спорить то есть люди владеющие запрещенными приемами логики талантливые в этом вопросе могут очень хорошо спорить могут продемонстрировать вот себя в этой сфере очень успешно есть история как один бандит побеждал всех подряд и решили делающего успехи мальчика ему начарию выставить против него и этот бандит привел аргумент начал разговор с этим мальчиком высокомерно он сказал что я настолько силен в логике что я могу доказать что ночь это ночь ой что ночь это день а день это ночь что черное это белое а белое это черное он взял противоположные категории антагоничные друг другу и он взял на себя смех заявить что он настолько хорошо владеет логикой что он может доказать что черное это белое белое это черное и на день это ночь а ночь это день на что ему начали ответил что это ничего не изменит день все равно останется днем ночь останется ночью черное останется черным а белое останется белым здесь можно дополнить и останутся люди которые будут понимать это несмотря на то что ты это докажешь с помощью этих всех ухищрений на и тогда за имя другую другое имя мадвачаре в связи с этим его провозгласили тот кто пришел побить тот кто побеждает то что пришел победить но то есть он будучи мальчиком с помощью именно затем преданности истине победил великого пандита владеющего искусно логикой то есть ваш вопрос он так и звучит как побеждать агностиков которые считают что вообще истину понять невозможно если вы не будете использовать тоже запрещенных приемов то есть человек который ставит перед собой такую задачу ввести споры дебаты он должен владеть запрещенными приемами он должен распознавать ловить человека на этих запрещенных приемов это один из способов победить поймать человека поймать человека на запрещенных приемов и разоблачить его что он не пытается прийти к исти и что у него на самом деле недостаточно доказательств для и аргументов для утверждения своей точки зрения опровержения вашей то есть нужно огнем с помощью огня сражаться с огнем такое выражение есть поэтому мы можем видеть даже в деятельности шила бруппады однажды на телевидении а зачем вы бреете головы а шила бруппада ответ ну что это за вопрос это же не философский вопрос и за этим вопросом могло последовать еще что-то бессмысленное шил бруппада на это ответил знаете когда почему вы бреете головы он сказал ну а вы бреете ноги а на самом деле лучше ноги держать в тепле а голову в холоде из-за того что вы показываете ноги у мужчин закипает голова то есть это все неблагоприятно как побеждать агностиков если эти агностики искусны в споре то вы должны быть также искусны вы должны уметь это делать знать как это делать так чтобы вступать с ними спор если ваш талант природный и ваш навык развитые на данный момент оставлять желает лучшего то никак не надо вступать нужно избегать этого да да с другой стороны хоть какая-то квалификация у нас есть и я привел пример ему начали вот так вот так нужно в целом побеждать то есть и истину понять невозможно но можно сказать не суди по себе на то есть это не отменяет того факта что есть люди которые которые осознали абсолютную истину в целом если мы имеем полную веру и у нас есть хоть какие-нибудь аргументы священных писаний мы можем противопоставить это аргументом этих агностиков этого будет достаточно то есть как побеждать их надо учиться ушел и проб самый быстрый способ учиться логике аргументации это учиться ушел обру пада мы уже эту тему затрагивали вот в этих книгах которых собраны его беседы с новыми людьми которых содержится лекции на аудиторию новых людей шил обру пада используют примеры которые использовали в доказательствах очаре веданта очаре комментирующие веданта сутру которые оперируют логикой на высшем уровне также неплохо чтобы у нас был какой-то курс по логике что-то подобное есть интересно вот допустим есть разногласия между преданными сейчас в искон по поводу женщин вопроса женщин дикшу гуру и те кто против этой резолюции о женщинах дикшу гуру представили тему ами мамси вот эту тему не ами мамси тему инструментов подхода к комментированию к интерпретации как правильно это нужно делать и да и что интересно то что те кто против тоже поспешили прочитать курс по этой же теме то есть мы можем изучая логику получить и не разобраться не понять даже получить неправильные инструменты неправильные методы интерпретации то есть вот это это очень важно промо на очень важно промо на промо на это то что дает промо истинное подле истинное знание лишенные недостатков и ошибок для того чтобы получить точное знание точное правильное понимание лишенные недостатков и ошибки необходимо правильные промо на использовать правильные методы получения знаний то есть нужно правильно слушать правильно анализировать правильно аргументировать правильно делать выводы то есть есть определенные законы в логике и большая часть силлогизмов и приемов и законов логики допустим основных анг в логике 16 из них где-то 5 является запрещенными 11 являются реальными инструментами которые позволяют отличить ложные знания от истинного и отсутствие квалифицированных диспутов являют отсутствие квалифицированных диспутов на ту или иную тему философских противоречиях указывает на то что люди безнравственные преданные я скажу прямо преданные вайшнавы получается начинающие вайшнавы сколько бы лет они не были сознания кришны безнравственны то есть они хотят просто доказать что-то свое они не хотят разобраться и понять как правильно как должно быть и как неправильно они просто продвигают то что им комфортнее и удобнее то есть это безнравственно уже это отступление от принципа правдивости они не браманы это уже точно такие предные и также есть определенная ранимость или слабость духа когда тебе настолько больно вообще услышать по противоположную точку зрения что ты как примутый пискарь прячешься в норке чтобы лишь бы не обсуждать и не их не выходить на обсуждение каких-либо тем то есть люди очень слабы спица раньше викинги там не знаю рыцари богатыри рубились мечами и там топорами друг друга а сейчас человеку что-то скажешь что не что против его взглядов он сразу плачет уходит в себя рассыпается и вообще готов избегать этого подобного тому как человек пытается избежать какой-то лютой смерти то есть люди очень славы в калиюгу люди очень неразумные слабы да это третий фактор слабость духа сильное ложное до мешает диспуту делает его невозможным люди просто даже не встречается потому что они избегают друг друга или кто-то кого-то избегает а если встретиться то разговор не получится там будет фифа и другие противные звуки никакого разговора не состоится потому что человек просто не вытянет это и нечестность человек просто не раскрывается он не хочет сказать что вот мне просто вот неудобно неудобно выглядеть плохо на фоне каких-то правильно правильного понимания правильных стандартов поэтому я вот их отвергаю потому что я некомфортно себя чувствую с ними но я пример привел на вскидку смоделировал то есть человек нечестный слабый и человек в опуме собирательно люди в калиюгу и неразумный то есть интеллектуальные способности так себе то есть человек просто не разбирается он не знает он не видит целость в целом картины он не видит сел в целом картины он не видят он не видит не видит картины в целом он не может по достоинству оценить масштабы проблемы когда он видит проблему и он нечестный что он не хочет признать что что-то является проблемой что-то не является то есть абсолютный месс абсолютная каша в головах у людей что с ними человеку в здравом и просто очень сложно разговаривать или невозможно с кем разговаривать я для 10 назад услышал от одного знакомого такое выражение что с точки зрения интеллекта мы не имеем собеседника то есть там не с кем разговаривать то есть мы хотим поговорить и донести до человека что он поступает неправильно но это невозможно потому что у него интеллект не работает он по каким-то причинам дает сбой пока по каким-то своим причинам от в отключке то есть мы мы говорим о теме диспутов что очень и очень большие сложности сейчас в кальюгу в той среде в которой мы живем я я вам сказал здесь избегать спорщиков и агностиков которые искусно владеют логика избегать не совсем лучше подготовиться и что-то все-таки иметь что-то иметь ему начале тоже не сказал много он просто подчеркивал истину также мы должны подчеркивать истину то есть хорошо кому мне верить мне принять твою логику и твою точку зрения или который не он не может контролировать гениталии другие чувства или мне принять точку зрения возвышенных личностей великих авторитетов кому я буду верить ясное дело не тебе веды ведическая культура авторитета ведического знания вот это наш промана это тонну кого мы смотрим снизу вверх они на спорщиков то есть просто утверждать истину это то что в этом примере сделал ему начале то есть это не было каким-то четким приемом это была вода он просто подчеркнул подчеркнул истину есть лучше подготовиться но пока мы не готовы лучше избегать я сказал что избегать спорщиков но в действительности и и по перечисленным выше качеством слабость определенные ложные госла нечестность безнравственность прямо сказать и недостаток разума по этим трем причинам люди избегают истины не избегают не спорщиков они избегают общения не с теми кто просто спорить умеет они избегают общения с теми кто может просто сказать им правду о них что для себя мы здесь можем извлечь то что если мы выбираем истину даже если она неудобна то на нашей стороне будет кришна мы будем прогрессировать это тяжело но это нужно воспитывать себе выбирать истину даже если она некомфортно и неудобно еще вопрос а нет не все все вопросы отвечено уже задержались давайте закончим гаран харат шлемат бхагавад гита кейджай шела правопада кейджай и Продолжение следует...